Всем привет! Это канал StartAndroid, здесь Виталий Непочатов и это новая рубрика «Как сделать приложение», где мы с вами будем учиться делать простые приложения для Android, опираясь на материал бесплатных уроков нашего канала. Смотрите обзоры игр и приложений для Android телефонов и планшетов на канале Play Market Android. Подписывайтесь на канал по ссылке в описании видео и смотрите качественные обзоры лучших приложений и игр из Play Market. Начнем с простого приложения, это Фонарик. Приложение состоит из одной кнопки на экране, которая включает и выключает вспышку камеры устройства, если она есть, конечно. Для начала создадим проект из шаблона Empty Activity. В манифесте добавим такие разрешения. Также в Activity добавим директиву, которая отключит его пересоздание при повороте экрана. Нам понадобятся такие строки. Добавьте в файл strings.xml, который находится по пути res-values. Здесь имя приложения и тексты для окна сообщения об ошибке. В папке drawable создадим файл фона для Activity. Такой черный фон со светлым пятном в центре. В папке res создайте папку row. Загрузите сюда звук щелчка по ссылке, которая есть на экране и в описании видео. В макете экрана приложения такие компоненты. Здесь мы используем экранный компонент Switch, переключатель. Выравниваем его по центру. В разных версиях он выглядит по-разному. Например, в Android 4.4 будет выглядеть так. Теперь код главного класса MainActivity.java. Здесь объявим необходимые переменные. Для проигрывания звука щелчка кнопки будем использовать класс SoundPool. Он подходит для случая, когда нам необходимо многократное воспроизведение небольших музыкальных файлов. Далее объявим переменную класса Camera, который нам нужен для работы со вспышкой. Камера нужна из пакета Android Hardware. Android Studio помечает класс Camera и класс Parameters как Deprecated. Это связано с тем, что в API 21 добавлены новые классы для работы с камерой. Это пакет Camera 2. Но он поддерживается только устройствами с Android 5 и выше. А класс Camera поддерживается и старыми, и новыми устройствами. Поэтому нам удобнее использовать его. Также нам нужен экранный компонент Switch. В методе onCreate находим переключатель по ID. Устанавливаем его в положение в QL. Также присваиваем ему слушатель. Здесь пропишем вызов методов включения и выключения вспышки. Поскольку не во всех устройствах есть вспышка, нужно при старте приложения проверять ее наличие и оповещать пользователя при невозможности использования фонарика. Для этого напишем такой метод. Здесь создается диалоговое окно с заголовком, текстом и кнопкой выхода. А в методе onCreate проверяем наличие вспышки. Получаем контекст приложения PackageManager и выполняем метод HasSystemFuture с параметром Future Camera Flash. Добавляем условие, если вспышки нет, вызываем метод ShowCameraAlert. А если вспышка есть, получаем экземпляр класса камера. Теперь займемся звуком. Создаем SoundPool. В последнее время рекомендуется создание и настройка экземпляра SoundPool с помощью класса SoundPoolBuilder. SoundPoolBuilder доступен только с API 21 и выше, так что нам нужно будет создать свой SoundPool по-разному в зависимости от версии SDK устройства. Для Android 5 и выше будет выполняться этот метод. Здесь мы создаем SoundPoolBuilder с необходимыми атрибутами. А для устройств, работающих под управлением 4.4 и старше, используем конструктор SoundPool. На вход объекту SoundPool передаем максимальное количество одновременно воспроизводимых файлов, аудиопоток, который будет использоваться, и некий параметр качества, который игнорируется системой. Рекомендуется передавать туда 0. Поскольку класс Deprecated, можно использовать подавление предупреждения об этом. Теперь в OnCreate вызываем один из этих методов через проверку версии устройства. Методом SetOnloadCompleteListener мы устанавливаем слушателя загрузки. Загрузка аудиофайлов происходит асинхронно и по ее окончании срабатывает метод OnloadComplete этого слушателя. Далее загружаем файлы методом load. Чтобы загрузить файл из row, необходимо указать контекст, ID файла и приоритет. Приоритет также игнорируется системой, рекомендуется передавать туда один. Осталось написать методы включения и выключения фонарика. Метод SetFlashLightOn. Здесь мы проигрываем звук методом play, которому передаем файл с такими параметрами. Громкость левого канала, громкость правого канала, приоритет, количество повторов и скорость воспроизведения. Больше примеров работы со звуком смотрите в уроке 128, ссылка под видео. Дальнейшие действия будем выполнять в отдельном потоке, чтобы не перегружать основной поток интерфейса приложения. Проверяем, что объект камеры создан и получаем ее параметры. Если параметры получены, получаем список поддерживаемых камерой режимов и сохраняем его в массив. Он нам нужен для проверки, какой параметр нужно использовать для включения вспышки камеры. Дело в том, что таких параметров два у разных производителей телефонов. FlashModeTorch или FlashModeOn. Проверяем, какой из этих параметров присутствует в массиве и присваиваем его переменной params. Далее проверяем, что камера не null, устанавливаем параметры и вызываем метод StartPreview. Этот метод стартует режим превью камеры, нам он нужен для включения вспышки. В принципе этого кода достаточно для включения вспышки на многих телефонах, кроме Nexus 5. Для него нужно также вызывать метод SetPreviewTexture с конструктором класса SurfaceTexture в качестве параметра. Этот класс используется для захвата кадров из потока изображения как OpenGL текстуры. Поскольку мы это не используем, вместо текстуры передаем 0. Вызов последнего метода выполняем в блоке TryCatch с отловом исключения EOException. Методом Start запускаем поток. Теперь метод выключения вспышки. Здесь все немного проще. Так же проигрываем звук, создаем новый поток. Проверяем, что камера не null, передаем в параметр режим FlashModeOff, устанавливаем параметр. И методом StabPreview останавливаем работу камеры. Теперь добавим вызов метода включения и выключения вспышки в метод OnCreate, в слушатель переключателя. После окончания работы с камерой, ее нужно освобождать для других приложений. Пишем метод. Вызывать этот метод будем в случаях, когда activity главного экрана приложение становится невидимым, например, когда пользователь сворачивает это приложение или запускает другое. При этом выполняется метод жизненного цикла OnStop, переопределим его здесь. Так же пользователь может перейти к другому экрану, при этом вызывается метод OnPause. Его мы так же переопределим и будем освобождать камеру здесь. Так же будем переводить переключатель в положение Выкол. При возвращении к приложению вызывается метод жизненного цикла OnResume, здесь будем через проверку выполнять инициализацию камеры, а так же включать вспышку и переключатель. Подробнее о методах жизненного цикла Activity смотрите в видео урок 23, ссылка на экране и в описании. Наконец наш фонарик готов к работе. Если запустить его в эмуляторе, который не имеет вспышки, мы увидим окно предупреждения с кнопкой выхода. Теперь запустим приложение на реальном устройстве, подключенном к компьютеру с помощью USB кабеля. Кстати, мне на днях прислали два отличных USB кабеля марки Eldon. Что интересно, оба кабеля поддерживают подключение как Android, так и iOS устройств в компьютеру. Качество и дизайн на уровне, а один кабель в нейлоновом кожухе, что делает его практически неубиваемым. Полезная вещь для разработчика, когда тестишь приложение на реальном устройстве. Но вернемся к нашему приложению. При запуске на реальном устройстве фонарик отлично работает. На этом наш урок закончен. Исходный код можно посмотреть в текстовой версии урока на сайте Fandroid Info. Ссылка на экране и под видео. Вопросы задавайте там же в комментариях. Увидимся на следующем уроке. И всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok